Эдгард, мы выключаем телефон. Да, а можно начинаем? Мы в эфире уже. Да вы что? Можно уже начать. Простите, неожиданно. Все нормально? Неожиданно. Вот, а это неожиданно, а что ожидаемо? Я так понимаю, что всей Москвы, всеми поклонниками цирка, что послезавтра куклу вы покажете. Да. Что за кукла? Наше новое шоу. Кукла – это аббревиатура. После каждого, после каждой буквы стоит точка. Да, но там такие длинные фразы, что… И расшифровка, да, расшифровка будет непосредственно на самом спектакле, когда человек сможет почувствовать ту мысль, которую брат закладывает во всех наших проектах, потому что… А это работа брата, да, вот концепция? Брат – главный режиссер и автор сценария. То есть я в большей степени исполнительный продюсер этого всего, но основная мысль, мы ее не скрываем, больше своих желаний. Вот так вот? Да. То есть нам весь год говорят, мечты сбываются Газпром. Вот, но по-настоящему, ведь если мы можем анализировать собственную жизнь, то, к сожалению, не все мечты, к которым мы пришли, привели нас к счастью. Вы согласны? Я не знаю, у всех по-разному. Я говорю, нет, ну вы согласны, что такое бывает? Ну, нет, я согласен, просто для вас-то это особенный год, это же год дракона, вы же родились в год дракона, это ваш год сейчас заканчивается. Ну вот, смотрите, самый популярный сейчас вопрос, который мне задают мои же коллеги, Эдгар, ты стал счастливым, то, что ты возглавил Большой Московский цирк. Я еще ни разу, вот я уже месяц руковожу цирком, я еще ни разу вот искренне внутренне не порадовался. Вот прям, чтобы я вышел и на улицу сказал, я красавец, мне это удалось, я молодец. Знаете почему? Потому что работы прибавилось, потому что ответственности прибавилось, потому что во многом это иллюзия, что вот тебе дали предприятие, большой цирк, работа. Самый большой. Самый большой цирк в Европе, престиж, тебе всего 36 лет. Нет, но я-то понимаю, что я живу цирком, а не доживаю в нем. И там ближайшие 10, 20, 30 лет я должен показывать результаты, я должен делать все для того, чтобы то уважение, к которому я стремлюсь от публики, от коллег, оно должно приумножаться. Сделать неуверенность в своих силах. Ни в коем случае. Наоборот, это цель жизни. Это цель жизни. То есть вот сейчас мне дали здание, которому уже больше 40 лет. Во многом оно в плохом состоянии. Требуются гигантские средства. Требуется большое времяпровождение. Требуется полное переосмышление людей, которые работают. Вот это точно. Я думаю, что кадровые вопросы вам придется решать. Прикипел к своим креслам за 20 с лишним лет. А кто-то, вы знаете, рассуждает, ну не так, как я считаю правильно. Можно я поясню? Да, пожалуйста. Вот в течение месяца, пускай обижаются на меня артисты Большого Московского цирка, всего два человека подошло и задало мне самый нужный вопрос. Эдгар, скажите, пожалуйста, когда начнется ремонт помещений для животных и когда... А второй вопрос был более конкретным. Когда отремонтируем мойку для лошадей? Два человека из 700. В коллективе 700 человек, да? Вот я смотрю и думаю, вот большие профессионалы, заслуженные артисты, народные артисты. Может, стесняются, может, не хотят, чтобы... Нет, на первом месте свое я. На первом месте... Не, ну, подходить к новому начальнику, так это как подхлимаш, может, некоторые думают, что... Так в том-то и дело, если ты к новому начальнику, наоборот, подойдешь и скажешь, Эдгард, мои собаки стоят в помещении и там окон нету, мне кажется, ты тем самым больше уважения вызовешь у того же начальника, потому что ты так относишься к своим собственным животным. Но я-то понимаю, что всех... Буквально всех волнует вопрос зарплаты. Вот, вот, лишу я их премии под Новый год или не лишу я их премии под Новый год? Будет ли у нас 13-я зарплата в полном объеме или не будет? А кто сказал, что будет легко? Это ваше любимое выражение. Это моя фраза, да. Вот я же говорю, вы понимаете, и когда сталкиваешься с таким, как-то очень искренне становится грустно. И надо теперь, наверное, даже в какой-то степени учить людей немножко по-другому относиться к своей профессии, к своим партнерам. Ну, вы так серьезно настроены. Мне стыдно это говорить, потому что там люди есть во многом старше меня, которые видели меня еще делающим первые шаги в цирке. Будете увольнять? Нет. Нет. Если человек профессиональный, если человек великолепно выполняет свою работу как артист, ну, наверное, либо надо этот вопрос решать за него. Ну, я имею в виду создавать благо для его же животных собственных, либо просто-напросто задумать как-то его, заставить его задуматься. Может быть, даже через это интервью, чтобы он действительно встряхнулся и подумал, что я ведь в течение месяца думал только о собственной зарплате. А ни в коем случае не об удобстве посещения публикой этого же здания, не о там аварийных дверях, которые там заварены, и в случае пожара, как вывозить клетки там с гепардами или с медведями на улицу. Понимаете? Может быть. И я надеюсь, что мне это удастся. Ну, вы серьезно так настроены, прям как вывозить клетки, как будто завтра конец света. А он, подождите, во-первых, конец света буквально завтра, буквально завтра, кстати. Да. Вот смотрите, вы месяц назад стали гендиром, и спустя два дня, 22 ноября, назначили своего брата худоруком. Нет, брата я назначил художественным руководителем сразу после официального увольнения Леонида Леонидовича. Это произошло 8 декабря. А, вот так вот, да? Значит, неправильная информация просто. Ну, а теперь ведь надо... Я сказал, нет, я просто на собрании сказал, что да, это кресло, потому что я уже знал к тому моменту, что бывший художественный руководитель не готов со мной работать и подал... А, он сам не готов был работать. Подал заявление об уходе, не поставив и меня в известность, и даже не выйдет со мной на какой-то откровенный разговор. Это обычная история. Просто, да, человек решил, принял решение. Ну, кому еще я могу предложить это кресло, если я очень искренне считаю... А, смотрите, теперь что получится. Ваш коллектив называется «Цирк братьев Запашных», а теперь «Цирк на Вернадске» тоже фактически «Цирк братьев Запашных» будет для всех. Надо менять, наверное, название вашего коллектива. Ну, я вам скажу, вы понимаете, какая штука? Менять ни в коем случае нельзя. Дело в том, что мы сейчас занимаемся как раз неким ребрендингом этого цирка, и полное название его «Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского». И все это оформлено в эмблему, в шапку. Я говорю, ребят, ну это слишком долго. Иностранцу это переводить, так это вообще с ума сойдешь. Мы оставляем «Большой московский цирк», «Big Moscow Circus». Это знают в мире. Это не надо долго объяснять. Это для тех людей, даже кто, может быть, не любит или не знает московский цирк, слово «большой» все равно ассоциируется с чем-то очень качественным, потому что «Большой театр» знают во всем мире. Поэтому как раз мы будем заниматься раскруткой бренда «Большого московского цирка», нежели «Цирк Братьев Запашных». Тем более, что «Цирк Братьев Запашных» будет существовать параллельно. Я не отказываюсь от творчества. Да, я могу использовать эту площадку для показа иногда, ключевое слово «иногда», собственных программ. Вот и все. Но ни в коем случае моя работа, тем более, что со мной подписали контракт на 5 лет. Через 5 лет приходит другой министр, который искренне не любит Эдгарда Запашного. Мне жмут руку и говорят «Спасибо за работу». Все. Я думаю, что вы за 5 лет сделаете так, что любой другой министр, который придет на это место, будет искать вашего покровительства скорее. Тем более, что вы ведь теперь и доверенное лицо президента Путина тоже. Нельзя скидывать со счетов. Скажите, вот это ваш сайт, да, «Запашный.ру»? Да. Вот здесь написано, что у вас с братом большая мечта стать богатыми и знаменитыми. Ну и создать грандиозное 40-ое шоу. Вы же создали уже и стали знаменитыми. И богатыми стали. И богатыми стали. Значит, вот это уже надо же проапдейтить тогда информацию. А я, вы понимаете, совершенству нет предела, как и богатству, так и... Ну а теперь что-то здесь менять-то вы, наверное, будете, потому что здесь написано, что вы любите ходить по стрип-барам. Это уже, наверное, как-то вот, да? Вы первый. Я прямо ждал, думаю, вот кто этот умный журналист, который меня подколет вот с этим. Мне приятно, что вы это сделали. Просто это написано. Это вообще убийство для журналиста, потому что здесь вся информация есть. Да. Ну, во-первых, я этого не стеснялся никогда. То есть, когда я первый раз в интервью сказал, да, я хочу стать богатым и знаменитым, на меня посмотрели, мол, ты сумасшедший вообще это озвучивать? Это же неправильно. То есть, все хотят, но никто не говорит. Да, но это неправильно говорить. Да, это неправильно говорить. Я никогда не стеснялся. Мне до сих пор не стыдно признаться, что да, я не такой богатый, как Абрамович, и не такой знаменитый, как Майкл Джексон. Но тигры — это не нефть. Значит, можно к чему стремиться. Владелец цирка Дюссалей сделал себе состояние не на нефти. Ну, там и артисты по 80 миллионов в год зарабатывают. Они, ну, он буквально создал целую империю. И вопрос, а что нам мешает это сделать? Что нам мешает раскрутиться до такой же степени? Что нам мешает делать такие же качественные программы? Что нам мешает выводить бренд цирка «Братьев Запашных», Большого Московского цирка на действительно мировой уровень? Что касается вопроса по стрип-бару, ну, мне 36 лет, и я правильной ориентации. Меня воспитывали родители, хотя я ни в коем случае не отношусь к людям с жесткой позиции, что, мол, с вами я не общаюсь, вы для меня не люди. Нет, это не так. Ходить и любоваться женским телом, и сейчас во многом стриптиз – это уже даже спорт. На шоу «Кукла» мы с братом взяли четырех девочек вот из этого спорта «Пилатес», да? Они в шестом будут работать? В шестом. В шестом, правда? Там чемпионки мира, там чемпионки Европы, там девчонки делают такие крутые вещи. Другое дело, как они в этот момент будут одеты? Будут ли это, там, тоненькие стринги, или это может быть любой костюм в контексте самого шоу? Вот и все. У нас нет желания пугать мам, сидящих с собственными детьми. Но вы знаете, сейчас же все маркируется вот этим возрастом, там, 6+, там, 16+. У вас какая маркировка-то тогда будет? 6+. То есть уже с первого класса можно смотреть на девушек на 6. Вы знаете, я могу сказать, мы даже плюс 6 поставили не потому, что у нас девушки по 6 ползают, а потому что мы пиротехнику используем. И мы очень часто слышим детский мат испуганных детей от 2 до 5, когда взрывается все, что можно взрываться. Просто предупреждаем родителей о том, что, ну, вот если дети ваши не готовы к подобного рода эффектам, ну, пока рановато к ним. Я, кстати, насчет травматичности хочу спросить. Пару лет назад была информация, что вы там обраковину там обрезались, и все говорили, на самом деле это тигры задрали, разодрали руки, а там вот просто человек не хочет признаваться, говорит, что попорезался о сантехнику. Это хорошая версия. Версия, которую я читал, что мы с братом по пьяни кинулись друг на друга с мечами, потому что дома у нас много холодного оружия, значит, и он меня искромсал. Одна версия была, что я наркоман, что мой сосед по дому, хотя у меня нету соседа, у меня так дом построен, что нету соседа, значит, видит через день, как я шприцы выкидываю через забор, и вообще Максим Юрьевич Никулин частый гость нашего и дома, и мы там зажигаем все по полной программе, то есть все цирковые, нечистые, на руку. Хотя Максим Юрьевич никогда у нас с братом дома не был и даже, наверное, не знает, где мы живем. Ну, то есть такое вранье. Что касается вашей версии, то я бы даже хотел бы, наверное, вот в глубине души, чтобы меня вот так порвали тигры. То есть вот те шрамы, которые у меня есть сейчас на руках, 65 швов мне наложили. А было бы гораздо круче, если бы мне все это досталось от тигров, и я герой, в склифе лежу, и врачи борются за мои сухожилия, пальцы. Ну, это не так. Ну, помимо склифа, вы же в Германии, по-моему, да, вас доводили. Ну, я не имею положительного почему-то опыта общения с русскими врачами. Вот, да простите меня. Ну, вы не одиноки здесь. Вы простите меня, но к русским врачам у меня очень много вопросов. Ну, вот буквально. Именно к травматологам или вообще? Вообще. То ли я такой невезучий, то ли я все эти истории в себе могу копить. Девочки в нашем коллективе поставили диагноз рак мозга в 31 год. И она две недели жила с этой мыслью, пока не оказалась в Германии. Немцы два раза проверяли и говорят, где они обнаружили рак мозга, что из этого рак мозга. Непонятно. Как это потом предъявлять нашим врачам? Ведь это тоже не отработано, понимаете? Вот это тоже напрягает в российской медицине, что если врач настолько ошибся, и вы представляете, человек две недели жил, что все, у него жизнь-то заканчивается, начинает. Да. Наказали бы этого врача, может быть, этот врач в следующий раз бы и как-то более ответственный или его коллеги по-другому. А ответственности никакой, взятки гладкие. Да-да-да, я ошибся, томография была не того цвета. И все, и он опять пошел дальше лупить неправильные диагнозы. И таких историй у меня по жизни очень много. Поэтому я лечусь в Германии, я езжу туда. Мне не мешает время от времени обращаться к русским врачам. Но если я вижу что-то очень серьезное, и вроде даже как и все очевидно, и, наверное, нет повода подозревать врачей русских, я все равно еду и проверяюсь дополнительно в Германии. Ну вот практика уже меня научила этому. А это у вас семейная или только у вас такая десинкразия на отечественную медицину? Я первый, кто обратился в Германию. У меня было три неудачных операции по восстановлению связок колена. Причем я оперировался у вице-президента артероскопического общества, профессора Королева. Но мне пришлось потом в Германии все это дело переделывать. Но все эти травмы не были связаны с работой? Нет, почему? У меня колено с менисками было разорвано как раз в Большом московском цирке. Ровно пять лет назад. При каких обстоятельствах? На финальном трюке я исполнял прыжок на голую лошадь. Лошадь бежала голопом, запрыгивал на нее. Некоторое время стоял с российским флагом в руках, лошадь бежала. И я спрыгивал с бегущей голопом лошадью в манеж. Ну, неудачное приземление, сустав сыграл и у меня разорвался. Это на репетиции было? Нет, это было буквально четыре дня до окончания наших полугодовых гастролей. То есть я чуть-чуть не доработал, дальше должен был отпуск быть. У вас же есть прыжок фирменный на кошке. Вверхом на льве. Вверхом на льве. Это кто-нибудь еще делает? Ну, из российских дрессировщиков время от времени пытаются братья Шатировы делать. Другое дело, что он не настолько стабильный, как делает мой брат. Он не исполняется на действительно таких опасных высоких тумбах. Мой брат на высоте 2 метра. Не на такое расстояние. Брат прыгает на 2 метра 40 сантиметров. Ну, там фактически такой переход с тумбы на тумбу. Ну, может быть, когда-то им удастся это делать. В мире больше попыток никто не принимает. А Зиквид и Рой разве не делают? Зиквид и Рой – это иллюзионисты. Это иллюзионисты. Они же работают с кошками. Нет, нет, они уже закончили свою карьеру. Серьезно? Я не знал этого. Да, к сожалению, Рой попал в беду. На одном из его шоу «Тигр» напал на него. И вцепился к нему, ему в шею. Его парализовало наполовину. И он очень долгое время восстанавливался. Те люди, которые близки к Зиквид и Рой, говорят, что окончательно он уже не восстановится. Шоу закрыли. Но у них пожизненный контракт с этим казином. В Лас-Вегасе, да. В Лас-Вегасе. Выступать? Выступать назвали туда однажды. Но не брали весь коллектив. Брали конкретно братьев запашных. Мы отказались. На два года контракт нам предлагали. Отказались почему? Потому что вы понимали, что вы потеряете команду людей? Потеряем команду раз. Второе. Мы не сможем развернуться. То есть приехать туда и работать на чужой бренд, просто быть частью шоу, это не наше. Мы чувствуем в себе запас времени, запас сил для того, чтобы смочь что-то. Вы знаете, я однажды услышал фразу, и я понял, что эта фраза во многом не может помогать по жизни. Если не можешь победить зло, возглавь его. Интересный тезис. Вот. И если я не смог добиться хорошего контракта у американцев, почему бы мне не сделать собственное шоу и не привезти его в Америку? Я буду работать над этим. Ну, желаю вам успехов. А скажите, чего вы вообще в принципе боитесь в жизни? Ну, кроме конца света, который наступает. Знаете, вот как раз конца света я в меньшей степени боюсь. Я как-то посчитал, что одно из, один из очередных концов света состоится, значит, не завтра, но мое 50-летие. Причем, по-моему, там ровно день в день получается, 11 июля или в ночь с 11 на 12 июля. Как-то так. Все это я в интернете прочитал, посчитал 50 лет, все четко получилось. Я думал, наоборот, что после этого я выведу людей со стадиона и скажу, друзья мои, праздничный фейерверк. Смотрим в небо. А вы вообще, вот там, дракон, да, по году, лев, да, по... Рак. Вы рак уже? А, ну, в конце. Вы верите вообще в эти знаки? Или вы считаете, что все это... Я честно не слежу, я не читаю гороскопы. Но однажды, там, не знаю, 10 лет назад, я осознал, что я вот дракон типичный. Это я, наверное, последние 5-6 лет как-то перестал с этим заморачиваться. А вот лет 10 назад я читал, мне больше нравится следить не за гороскопом, ну, то есть по месяцам, а по годам. Вот Эдгар Запашин, это дракон самый вот... Причем я династийный дракон. У меня папа дракон. Теперь я дракон. Я буду надеяться, что у меня будет сын. И он тоже будет драконом. Надо подгадать, да, соответствующим образом. Вот, да. Поэтому властный, сильный человек, справедливый. Потом драконы, они не агрессивные. Дракон – это красивое мифическое существо. Это не Змей Горыныч, это вот дракон. Сейчас мультиков много про какие добрые драконы. Как приручить дракона? Ведь это позитивный мультик. А ваш брат стал бы тогда змея, потому что он же в горе змея. А вот брат-то как раз, знаете, опять же, я тоже задумывался, надо ли мне брата, так сказать, почитал про змею, а потом прочитал про весы и понял, что он весы конкретнее не бывает. То есть ему сложно решение принимать? Наоборот, решение он принимает очень легко. Да, я думал, что весы не всегда... Нет, он пока вот в таком положении, у него все хорошо, все стабильно, он спокойно. Но как только чаша перевесит в любую сторону, он меняется, и из этого положения его выводить ой, как тяжело. Если он упирается, если он злится, или если он влюбляется, он ничего не видит, ничего не слышит. Я думаю, ведь не на ровном месте взялись вот эти домыслы, что там ваши травмы, это из-за Махалова с братом. Вы же с ним дрались, и не раз вы же сами рассказывали об этом. Я и сегодня с ним в цирке так крепко пообщались. То есть вы действительно, у вас конфликты доходят до того, что вы как-то там... Работа. Разминаетесь? Работа. Вот мы не деремся в быту, мы не деремся там из-за пустяков каких-то. То есть если мы реально вот уперлись по поводу работы, я считаю, что вот это можно сделать так, а он... Дракон всегда на своем месте. Да, что он этого артиста лоббирует, потому что он ему просто нравится как человек. При этом я понимаю, что степень его профессионализма далеко не такая, как брат пытается защищать его, то мы можем сцепиться. И наше окружение уже знает это. Я так понимаю, что гендир всегда худрука нагнет по раскладу. Это так, но директоров снимают, а худруки остаются. Это тоже правда. Ну что ж, я желаю вам успехов в грядущем году. Мы все придем смотреть на ваши куклы, потому что это будет нечто. Девушки на шестах это особенно интересное дополнение, кошкам. Вот, и спасибо, что пришли. Мне приятно было с вами пообщаться. Взаимно.